В федеральном бюджете на создание комфортной городской среды фракции «Единая Россия» предусмотрено 20 миллиардов рублей. Сочи в числе других городов включился в реализацию партийного проекта. Сегодня Андрей Турчак осмотрел открытый во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов сквер с одноименным названием «Фестивальный». Он стал новым местом отдыха для горожан и гостей курорта. Ну а самые частые посетители сквера – дети. Здесь для них организован целый игровой городок. Скоро будет построена и спортивная площадка. Руку пожму. Я тоже сам занимаюсь каратэ. Каратэ – тоже волочина. И ты сам бизнес. Так вот, сейчас у нас из 62 тысяч деток школьного возраста у нас 48 тысяч чем-то уже занят. Побывал сегодня Андрей Турчак и в легендарной фитофантазии, которая в 70-е была создана известным художником-озеленителем Сергеем Винчеговым, став площадкой для ландшафтных творческих экспериментов. Со временем этот легендарный зеленый уголок пришел в запустение. В этом году по поручению главы Сочи было выделено 11 миллионов рублей из бюджета города на расширение и глобальную реставрацию. Более того, рядом у Зимнего театра теперь свой сквер. Прекрасные городские пространства, которые мы уже успели посмотреть в рамках проекта «Городская среда». Очень важно, что уделяется внимание комфортным условиям проживания горожан. На следующий год партия продолжает этот проект. В целом, по краю, предусмотрено более 1 миллиарда рублей, из которых 300 миллионов получит Большой Сочи. Эти средства пойдут на реализацию следующего этапа проекта «Дворы жилых домов». Они тоже должны быть чистыми и благоустроенными. Сами жители должны проявить инициативу определиться, как будет выглядеть их придомовая территория. Граждане сами участвуют в голосовании, в выборе баланса зеленой зоны, парковочной зоны, малых архитектурных форм. Кому-то нужна детская игровая площадка, кому-то хочется заниматься спортом. Очень важно, что население активно увлечено в этот процесс. Это 1213 дворов. И естественно, что мы сегодня подготовили эти все проекты, приняли свою программу городскую «Комфортная среда». И надеемся, что из бюджета Краснодарского края, из бюджета Российской Федерации 300 миллионов будет нам выделено для того, чтобы реализовать эти проекты. А уже на встрече с сочинскими партийцами в день 16-летия «Единой России» секретарь Генерального совета партии продолжил разговор о реализации в стране партийных проектов, а также о задачах и перспективах на следующий год в свете выборов президента страны. Большой партийный разговор на эти темы состоится уже на съезде в Москве 22-23 декабря.